Дорогие друзья, прежде чем приступить к вышиванию лентами, я хочу напомнить вам некоторые моменты. Прежде чем начать работать с лентой, подрежьте ее под углом 45 градусов. Выберите иголку, в которую лента спокойно войдет, не травмируясь, не деформируясь. Вот видите, как здесь. Видите, какое ушко и как иголка входит. И затем закрепите обязательно ленту на игле. То есть это делается вот таким способом, я вам уже показывала. Здесь хочу еще обратить ваше внимание, чтобы здесь сильно не затягивайте ленту. Иначе образуется здесь очень жесткий такой толстый узелок, и он будет с трудом проходить через ткань. А теперь узелок. Покажу вам еще один способ, как можно сделать узелок на ленте. Плоский узелок. Смотрите, раз, два. Я завернула два раза и прокалываю иголкой сквозь ленту. Затягиваю. И вот мы получаем плоский узелок. Смотрите, он абсолютно плоский. Сейчас я его прокалю, чтобы вы увидели. Посмотрите, как он ложится на ткань. Он абсолютно плоский. Поэтому он так и называется. Вот. Ну, что еще хотелось бы показать вам в этом видео. Мы будем вышивать цветок ландыша. Здесь есть небольшие нюансы. Я вам показывала раньше прямой стежок с завитком. Этим же стежком и вышивается ландыш. Но здесь есть некоторое отличие. Смотрите, вот до сих пор все так же. Мы как бы возвращаемся назад, раскалываем стежок, проходим лентой сквозь стежок. Но вот здесь нам нужна обязательно вторая иголка, которую мы вот сюда вставляем и затягиваем, вынимаем. И вы видите, у вас получается абсолютно такой тупой конец этого стежка. Но для некоторых цветов, для некоторых лепестков характерна именно такая форма лепестка. И поэтому для его выполнения нужна вспомогательная иголка. Теперь я хочу вам показать, как мы будем вышивать листья ландыша. Вы знаете, что листья ландыша достаточно длинные. То есть это будет прямой стежок с завитком, длинный. Вот, посмотрите. Я вышла на лицо и делаю стежок. Прямой стежок с завитком. Где я его проколю? Его можно проколоть вот так, ну, вот очень долго. Со смещением. Не по центру, а со смещением. И смотрите, как можно работать с лентой. Какой-то прекрасный пластичный материал. Вот сейчас я тяну только за край ленты, видите? И подворачивается только верхний вот этот вот край ленты. Стежки могут быть не только прямыми с завитком, но могут быть и изогнутыми. Смотрите, перевёрнутыми, подвёрнутыми. Вот сейчас я вам покажу ещё подвёрнутые. Видите, как я подвернула ленту? То есть я не положила её плоско, как она лежала, а развернула её. И дальше действия все те же самые. И видите, как лента легла совершенно по-другому. Та же самая лента. Ну, единственная здесь разница в цвете. Потому что это лента, как вы, наверное, заметили, это мультикалор. Здесь переход из коричневого в зелёный или из зелёного в коричневый. Очень даёт такие натуральные цвета и натуральные переходы. Вот. Ну, вот я считаю, что мы с вами подготовились к вышивке лентами ландыши. И приступим к вышиванию.